Всем привет! Всем привет из Киева, столица Украины! С вами Виктор Фурсов. Сегодня 23 мая 2020 года. Сегодня мы на стриме с вами, моими подписчиками и зрителями, которые приходят на мой канал, ознакомимся такой важной темой, как клещи. Клещи, энцефалитные клещи, иксодовые клещи. И почему эта тема возникла? Конечно же, она возникла не случайно. Сейчас мы находимся на карантине, еще на остатках, и уже скоро-скоро будем все гулять по различным полужайкам, по рыбалкам, по лесам и полям. И что нас ждет? Неизвестность. Неизвестность с одной стороны, но с другой стороны кое-кто вас будет поджидать на лужайках, на полянках, на лесных, на речных, около озер и около ваших речечек и ручьев, а также даже где-то на парковой зоне, даже в ботанических садах, в ваших странах, которые могут быть в самых разных местах, и в европейской части этого большого глобуса, и в азиатской части. И, конечно же, кто вас ждет, вас ждут весенние клещи. Конечно же, они заждались за время карантина. И если вам интересно, как избежать этих клещей, оставайтесь сегодня с нами на этом стриме. Обычно в начале своих рассказов о корологе, специалисты, которые занимаются клещами, они рассказывают о клещах. Я кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института зоологии Национальной Академии Наук Украины в Киеве. Фурсов Виктор Николаевич. Это мой открытый канал. На нем я могу говорить о природе, о животных, о науке, о научных сотрудниках. Сегодня мы будем говорить о клещах. И, конечно же, я использую различную научную литературу. Не буду только говорить о вещах, доступных просто в интернете, где вы можете тихонечко порыскать по интернету и посмотреть. Но благодаря таким возможностям, как стрим, кто-то может включить просто на аудио и послушать меня на кухне. И что-то, может быть, узнает для себя новенького. Потому что большинство людей, конечно, когда говорите о клещах, это вызывает отвращение. Это такая жгучая, это болезненная, это неприятная тема про клещей. Про нее лучше не говорить так же, как сейчас лучше не говорить про вот этот самый вирус. Но, кстати говоря, к сожалению, клещи могут переносить различные болезни. Болезни и вирусные, и микробного характера. И откуда же они берутся, откуда же они берутся, и как от них избежать. Так что мы начнем как раз с той части, откуда берутся болезни, и откуда попадают клещи на нас, или на наших друзей, на наших домашних питомцев. Потому что некоторые из моих слушателей, конечно же, и имеют своих питомцев. И о которых они заботятся гораздо больше и гораздо лучше, чем о самих себе. Поэтому за питомца они беспокоятся, чтобы его не укусил клещ. Моего питомца никто не кусал и не кусает, потому что он хорошо ухоженный, и он маленький, его легко осмотреть. Но если ваш питомец достаточно огромный, достаточно огромный, не помещается в руках, осмотреть его огромную шесть очень даже сложно. Осмотреть мое пузико вот этого животного очень легко. Или ушко. Потому что клещи нападают не только на человека, но и на наших домашних питомцев. И тоже им переносят различные болезни. Итак, какие же болезни могут переносить клещи? А их содовые клещи, по-английски они называются scale ticks, или hard ticks, твердые клещи, или клещи-чешуйки, они похожи, просто говоря, на плоскую чешуйку. И под микроскопом, как их делают энтомологи, аокорологи, обычный человек обычно их не видел никогда. Он их увидит только когда он уже впился в вас, и видит какое-то круглое несчастное создание, впившееся в вашу кожу. Конечно же, это вызывает огромное отвращение и ужас. И правильно, потому что клещи переносят болезни. И что же нужно делать, и откуда они берутся? Во-первых, клещ он действительно круглый, плоский, и у него голова слита с грудью, и у него есть ротовые органы, которыми он впивается, впиливается в тело. Всем привет, кто пришел на наш канал. Присоединяйтесь, пишите свои вопросы постепенно. Не попадали ли на вас клещи? Не знаете ли, конечно же, клещи не могут откладывать на вас яйца, потому что клещ откладывает яйца только когда станет огромным клещом. Итак, сначала нужно вас всех напугать, потому что это очень важно. Потому что если говоришь что-то хорошее, к сожалению, на кого это не достучишься. Не достучишься, вот до собаки можно достучаться, а до человека достучаться, убедить его в чем-то очень сложно. Но вот если есть болезни, это как-то звучит не очень приятно, к сожалению. К сожалению, клещи, их содовые клещи, вот такие, как я сказал, похожие на чешуйки, которые чаще всего их можно в большие размеры заметить, действительно, на какой-то собаке, потому что клещ, если самка впилась, она раздувается и напивается огромного, большого количества крови. Допустим, на собаке, которая сидит где-то во дворе, и клещ на нее напал и раздулся, раздувается размеры горошины, двух горошин. И тут хозяин, конечно, наконец-то увидел это все дело и может отцепить, отломать этого клеща. А почему? Потому что он может переносить плохие болезни для собаки, например, пероплазмоз. А что для человека? А для человека, оказывается, есть еще более страшные болезни. Страшные, пристрашные, ужасные. Пугаю, пугаю, как пугаю. Не пугайтесь, потому что они, в общем-то, больше известны в лаборатории. И для этого нужно проводить анализ. Об этом мы сейчас поговорим. Итак, болезни. Клещевой энцефалит, клещевой, цепной клещевой киф, возвратный клещевой киф, тулеремия, эрлихоз, бобидиоз. Это все клещевой энцефалит. Это вирусный клещевой энцефалит. Тулеремия, эрлихиоз, бобидиоз, клещевой, боррелиоз. Микробные болезни. Такие болезни вызываются боррелиями. Сейчас мы о них отдельно поговорим. Геморрагическая лихорадка. Лихорадка цуцугамуши, характерной для таких восточных регионов, там, где Дальний Восток, Забайкалье, вот там ближе к Китаю и Корее, Сахалину и Курильским островам. Пятнистая лихорадка скалистых гор в Америке. Если вы поехали в скалистые замечательные горы над туристом и походить по хорошенькой травке, вы там, там вас тоже может напасть и к содовой клещ, который не знает границ, которых 800 видов в мире. 800 видов, они все очень разные. Мы поговорим только о некоторых из них. Какая еще болезнь? Есть даже еще Марсельская лихорадка. Есть еще клещевой рикетосиоз. Рикетосиоз. Вот такие страшные болезни переносятся вирусами и болезнями. И микробами. Микробов еще можно рассмотреть при огромном увеличении, что очень сложно. А вирусов под микроскопом простым не рассмотришь. Он слишком маленький. Он сотни раз меньше обычной болезни, бактерии. Итак, как же выглядят наконец-то клещи? Вот они клещи. Возможно, вы их видели. Возможно, вы их видели. И, конечно же, это вызывает у вас огромное раздражение и удивление. И как же вопрос, откуда они берутся? Они, конечно же, берутся из природы. И вот эти все страшные болезни, которых уже я уже испугался, а вы тем более, они не вызывают большого восторга. Но это болезни, существующие в природе. Что значит в природе? Это не то, что значит на улицу лучше не выходить. В городе, вообще-то говоря, этих болезней очень мало. Очень и очень и очень и очень мало. А если вы живете где-то в тайге, вот там вас может поджидать таежный клещ Иксодес Персулькатус. А в нашей европейской зоне может поджидать собачий клещ Иксодес Рицинус, так называемый. А на юге еще может поджидать вот такой вот пятнистенький называется клещ Дермоцентр. Выглядят они внешне одинаково, очень похоже, потому что, конечно, большого клеща вы вряд ли на себе будете его рассматривать, вы его сразу же просто отцепите. Обычно прицепляются на человека небольшие клещики. Почему небольшие? Потому что клещи развиваются различными стадиями. Клещ это не насекомое, как вы все знаете. У него есть 8 ножек, у некоторых клещей есть 6 ножек на личиночной стадии, когда они еще маленькие. А вот Иксодовые клещи, когда они маленькие, размером всего лишь 1 мм, 2 мм, они прицепляются на разных животных и они существуют в природе, потому что Иксодовые клещи переносят болезни, которые называются природно-очаговые заболевания, существующие в природе. И в природе клещи питаются на животных, не на человеке. На каких же животных они питаются? Для того, чтобы попитаться, они используют разных животных. Что мы сейчас с вами используем? Вот мы используем разную литературу. Вот эта книжка еще, можно сказать, прошлого века, 50 лет, академика Павловского, где красивые рисуночки, которые вполне тоже можно подцитировать. Я еще использую сейчас для цитат книжечку словарь энтомолога. Я буду сегодня цитировать, использую книжку наших коллег аккорологов, эксодовые клещи Игорь Андреевич Акимов, Игорь Викторович Небогаткин, клещи эксодовые городских ландшафтов Киева. Видео я показываю сейчас из Киева, столицы Украины. Для тех, кто знает мой канал, и тех, кто не знает, оказывается, в Киеве вот эти уважаемые авторы тоже нашли много клещей, и они никуда не девались, и об этом мы тоже поговорим, потому что в этой книжке есть вот список 16 видов клещей, которые есть или возможны в Киеве. отмечены точно, два еще под вопросом, потому что они, как написано вот в книге, могут быть даже массовые клещи. Еще я буду использовать для цитирования вот книгу российских аккорологов, опубликовал опасные и очень опасные соседи Алексеева и Дубинина, энцефалитные клещи, опасные и очень опасные соседи. Вот видите на картинке изображен как раз эксодовый клещ, который своими двумя передними лапками кого-то хочет поймать, да, он хочет поймать конечно же вас, млекопитающие на котором он питается. Итак, мы выяснили, что клещи маленькие, но как же они попадают на нас? Как же они попадают на нас? Они попадают когда хотят кушать, кушать они хотят всегда, они хотят всегда даже в очень теплую зиму, их можно найти в городских условиях, как оказывается рассказывают специалисты аккорологи. я специалист энтомолог, исследующий клещей, не клещей, а насекомых, клещей исследуют аккорологи, поэтому я использую различную литературу, чтобы сослаться на профессиональные исследования, а не просто данные переработанные из интернета, которые иногда не совсем точны, и когда человек не видел вообще клещей. Вообще-то говоря, говорить я о них взялся потому, что информации маловато, а клещи никуда не делись. Мои коллеги и подписчики просят меня рассказать о клещах, а во-вторых, я уже снимал клещей на своем канале, я их уже показывал, к сожалению, у наших аккорологов не всегда хватает времени их показать вживую и большим под микроскопом, я их показывал под микроскопом на моем канале, вы можете их посмотреть, потому что когда смотришь под микроскоп они становятся огромными размером голова только на весь экран компьютера, ротовые органы, которыми они прорезают как пила тоже размером в 15 на половину вашего компьютера, но это вы можете посмотреть на моем канале на других видео, посвященных микроскопическим исследованиям клещей, и так удивиться, что это за пила вместо носа у клеща, что это у него за такие специальные пальпы, которыми он сначала прорезает кожу, прорезает кожу вот так вот, а потом втыкает свою пилу зазубренную как у рыбы меч, именно пилу, или как зубами, как у акулы, или как у щуки, когда щука кусает, то назад она выдернуть не может, это особый механизм укрепление прорезания, а потом укола, вот, так что я с клещами встречался, я их показывал на своем канале под микроскопом, это вы можете посмотреть, и я их, конечно же, собирал на себе, это большой ужас, что вы думаете, именно поэтому я о них могу рассказывать достаточно достоверно, я знаю, что вы приходите иногда, и вы можете обнаружить клеща на себе, так что я основываюсь на своем факте, или на вашем питомце, что же делать, во-первых, клещи вот такого замечательного вида, огромного, они, как вы поняли, могут быть маленькие, средненькие, более крупные, что значит маленькие, маленькие, личинки, вот все они могут поджидать вас в лесной зоне, в лесопарковой зоне, около кустов, и в основном эти клещи находятся на траве, как описано в научной литературе, клещи не подываются очень высоко на деревья и не падают на вас, как горох с деревьев, в основном они находятся в нижней зоне, в травяной зоне, примерно от 15-30 до 40 сантиметров, но тем не менее клещи вас чувствуют, как показали научные исследования, клещи вас чувствуют уже на расстоянии 5 метров, поэтому, если вы пришли на пикник, на отдых на речке, на лугу, просто в парке и расстелили свою лежаночку, полежать, отдохнуть в парке, где вы не знаете, есть клещи или нет, клещи за 5 метров, стройными рядами и пойдут к вам, чтобы вас немножко укусить, пробуравить вашу кожу и напиться немножко вашей крови. Как вы посмотрите под микроскопом, они вооружены, вооружены своим ротовым аппаратом, который они будут вас втыкать. Есть различные, почему они вас чувствуют, во-первых, от человека различные вещества вылетают на различные расстояния, клещи чувствуют вас на расстоянии уже 5 метров. Они почему-то любят больше мужчин, потому что мужчины, возможно, больше пытеют или быстрее бегают, но также они любят очень гладкую кожу, и поэтому на эту гладкую кожу они легко прицепляются. Поэтому, если вы расстелите по лежанку в лесопарковой зоне, что я уже наблюдал даже в прошлые выходные, когда уже все полегчалось в связи с карантином, народ сразу же ходит по дорожечкам в парке по асфальтированным дорожечкам сразу свертает, поворачивает куда? В траву и здесь же под первой же березкой расстилает какую-то тряпочку и сидит на ней или просто сидит на траве сразу здесь, чтобы приобщиться к природе. Вот в парковой зоне, как показали наши коллеги, клещи тоже обитают даже в Киеве. Вот в центре Киева я лично, конечно, не встречал клещи, но об этом говорят коллеги, и поэтому мы поговорим об этом отдельно перечисляем, где же они обнаружили. И как же клещи вас ожидают? Прежде всего они ожидают на тропинках. Как я упомянул, есть такие важные клещи, как клещ, таежный клещ, иксодовый клещ, собачий и дермоцентр клещ. Все эти клещи наиболее легко различаются, вот видите, дермоцентр пятнистый. И они обычно находятся вдоль тропиночек. Тропиночка это когда вытоптанная дорожка на траве. Вокруг этой тропиночки обычно растут растения и, конечно же, бегают какие-то животные, если эта тропиночка вытоптана в лесу. Например, различные копытные. И на этих копытных живут вот эти замечательные клещи. А тут идет турист, который раздетый по пояс, который идет в шортах, потому что жарко, но лето наступило в маечке, ему все нипочем, комары ему нипочем, комары уже где-то в глубине леса исчезли, а вот клещи как раз на лужайках и полянках будут его поджидать. Да, конечно, в шортиках хорошо ходить летом, однако клещи будут поджидать, потому что на тропиночках они свисают с веточек, не с веточек мелких кустов из растений и вот таким вот образом, как вот на этом замечательном рисунке открывают свою переднюю пару ножек, на которых имеются также коготки и имеются присоски. С вами коготки, они шевелятся, они при приближении на расстоянии от 5 до 10 сантиметров они сразу начинают шевелиться, своими лапками они начинают шевелиться, приближается пища, вот приближается пища, и раз сразу хватаются к этой пище на шерсть животного, на штаны, на рубашку, на ваши ботинки, потому что вы ходите, или, конечно же, это будет сачок, например, энтомолога или окоролога, называется специальным таким полотном, окорологи ходят и проверяют не живут ли клещи в той или иной траве, даже если помахать таким вот сачком просто по траве, сейчас как раз еще весна, весна, весенний клещевой энцефалии, потому что именно весной клещи наиболее активные, потому что, почему активные, потому что когда становится очень жарко, высыхает вся трава, становится очень жарко, клещей, конечно, становится меньше, потому что прежде всего весной больше, потому что еще трава только начинает расти, клещи, проснувшись от тепла, они нагрелись, как и другие живые организмы, появились муравьи, появились мухи, появились пчелы, появились клещи, сейчас они, их так труднее уже заметить, потому что выросла густая трава, но иначе зеленая. На вот эту траву сбираются на веточки клещи и ждут чтобы на вас прицепиться. Если помахать таким сачком, часто такой сачок, насекомые быстро разлетаются, а вот даже на вот эту внешнюю поверхность быстро прицепляются клещи, потому что они раз, обнаруживают здесь какую-то хлопковую поверхность, шерстяную поверхность, раз, и хватаются своими коготками. И акорологи, конечно, их подсчитывают. Я провожу свой такой образовательный стрим, чтобы знать, что если вы идете по траве в своих штанах не заправленных в ботиночки или в свои кеды или спортивную обувь, они могут прицепиться и на вашу обувь, а потом потихонечку поднимаются вверх. Что значит они поднимаются вверх? У клещей оказывается такой отрицательный геотропизм, говоря по таким научным терминам. Они идут снизу вверх. Они прицепляют, идут снизу, они не падают сверху вниз с дерева. Они как раз идут снизу вверх. Прицепился он на ваш кед, и я это тоже наблюдал на себе, потому что когда энтомолог ходит по траве и собирает насекомых, время от времени нужно остановиться, посмотреть в сачок, кто там попался, и посмотреть на себя, не поймал ли ты кого-нибудь еще. И, конечно же, очень часто кто-то попадается. Например, мой один из подписчиков, который является пчеловодом, и он работает на Сахалине, очень даже сразу написал, да, мы знаем этих таежных клещей, которые сразу же появляются. Да, и у нас тоже появляются различные шершни летом, а таежных клещей цепляем от себя десятками. Тихий ужас, думаю я. Но, к счастью, те болезни, о которых я упомянул, на них, на некоторые болезни, есть иммунитет у людей, которые уже немножко переболели ими, в слабой форме, или которых клещи кусили, немножечко, только чуть-чуть укусили, и поэтому они немножко впрызнули вирусы, поэтому у человека вырабатывается иммунитет к различным вот этим нехорошим болезням, которые я перечислял. А у других людей на этих болезни нету иммунитета, устойчивости. Иммунитет, что значит иммунитет? Устойчивость. Вот сейчас, почему все сидим на карантине, потому что нету ни у кого никакой устойчивости. Все это появилось новое, поэтому всем страшно, но деваться некуда, нужно будет идти на работу, нужно идти в метро, нужно войти в общественный транспорт. Что там будет дальше, как говорят на Украине, неизвестно. Неизвестно никому, ни в Украине, ни в России, ни в любых других странах, цивилизованной Европой, цивилизованной Америки, цивилизованной Азией и т.д. Но вот мы говорим сегодня о клещах, не цивилизованных клещах, которые ждут вас на таежных лужайках и, конечно, даже в городских условиях, потому что вот есть книга, клещи, которые живут в городских ландшафтах. Иксодовые клещи. Даже в Киеве, в столице Украины, живут клещи. Тихий ужас, тихий ужас. Не выходить на улицу, выходить. Но нужно быть внимательным, не раскладывать пикник посередине парка. Поехали дальше. Итак, когда я гуляю со своей собачкой вокруг своего дома и вокруг парковой зоны своего дома, нет у меня клещей, к счастью. Но и кто-то может принести вместе со своей собачкой действительно этого клеща из другой, из лесной зоны. Что происходит, когда клещ прицепился, когда вы гуляли по тропиночке? Он прицепляется и начинает лезть. И что же дальше происходит? Он начинает искать место, где прицепиться и, в конце концов, попить вашей крови. Для этого он идет вверх. И прежде всего, если вы хорошо оделись, у вас есть пояс, у вас есть манжета на рукавах, которые, например, когда идет, штормовочка была такая раньше. Одежда штормовочка с накидосиком с таким, с хорошо подтягивающейся внизу веревочкой, с такими манжетами на рукавах. Зачем манжета на рукавах? Не так, чтобы туда мусор налетало комары, а чтобы клещ туда не попадал, потому что клещ может попасть на руку. И потом тихонечко проползти по руке под вашу рубашку или под вашу одежду. Вот сюда. О, даже кто-то сделал первый донат. Удивительно. Не знаю, неужели такое возможно. Спасибо. Очень даже приветствую такое. Проверю, как это работает. Потому что я открыл в стриме даже возможность доната. Для меня это интересно. Поддерживаю. Задавайте ваши вопросы. И если у вас есть такая интересная возможность бросить донат, бросайте. Мне это интересно. Мои коллеги, которые показывают видосики даже из Японии, они тоже собирают донаты. Я впервые, так сказать, подключился к понятию донат или дополнительное финансирование даже во время стрима. Для некоторых молодых пользователей интернета, которые есть даже своя кредитная карточка. Вот видите, нам пишет упоротый натуралист. Есть у нас такой клятый рационалист канал в интернете, а вот есть канал упоростый натуралист. И с какой вы стороны можете написать. Итак, спасибо донатерам. Можете дальше посмотреть, как это делается. Прививки от болезни лайма, к сожалению, нет. Нет. Что получается? Мы пока что рассматриваем, как клещи двигаются на нас. Итак, клещ упал на меня. Да, упал действительно. И я тоже в штанах, где их собирал. В штанах, в рубашке, одеты не в штормовочке, но в рубашечке, потому что жарко. Обязательно с длинными рукавами. И обязательно штанишки-то еще. Хорошо бы их подвязать веревочкой вокруг, чтобы штаны ваши не развивались, не собирали клещей. Поэтому штаны лучше всего запаковать куда? В носки. Или в ваши кеды. Или в ваши кроссовочки. Чтобы они не болтыхали, чтобы клещ не шел внутри вашей штанины куда-то вверх. Куда-то вверх, куда-то вверх. Он там найдет что-то вкусненькое. Он будет еще ходить, конечно же, долго, до двух часов. Поэтому он не сразу вас укусит. Но когда клещ идет вверх, допустим, он попадает где-то в открытое пространство, попал на руку, он потом поднимается тихонечко вверх. Ему можно долго идти. И он прицепляется, может прицепиться в паху, на коленках, под коленкой, как раз, где мягкое место. И в тех местах, где есть резинка на штанах, на брюках ремень. И там он останавливается. Он не может так проникнуть под резинку, подникнуть под ремень. Он останавливается. Останавливается. Или здесь, если у вас закрыто на пуговицу, он остановится где-то около шеи. Если ничего он не найдет, он будет даже выше двигаться. Даже дойдет до головы, а тут у вас будет кепочка. Вот охоз около кепочки может остановиться. Акорологи такие очень наблюдательные. Все вот это вот наблюдали, а я вам перескал. Я лично собирал себя просто уже где-то вот в районе груди, надо сказать. И это не очень приятно. Поэтому, когда вы приходите с экскурсией, как говорят, грамотные акорологи, специалисты, изучающие клещи, нужно себя осматривать. Осматривать. Как этого избежать? Нужно себя осматривать. Себя сначала, конечно же, вы можете осмотреть свою собачку, посмотреть ее в пузико, а потом воспользоваться таким режимом, как обезьянки. Обезьянки, что делают, когда сидят две обезьянки? Две обезьянки друг друга осматривают. Одна обезьянка своими ручками осматривает одну, а вы осматриваете вот эту вот другую обезьянку. Так вот, два человека, пришедшие с экскурсии, родители с детьми или взрослые уже, взрослые могут осмотреть при своих доверительных отношениях, естественно, родителей, тем более, осмотреть друг друга где-то в ванной, потому что не насекомые, а клещи, они плоские, и они протискиваются все-таки под одеждой, и медленно двигаются. В течение двух часов они пытаются найти место, где присосаться. В этот момент нужно как раз их с ним обнаружить. Спасибо Аквамену! Спасибо Аквамену! Если Аквамен очень даже интересно. Так, мы еще поговорим о том, чем обмазаться и обвязаться. Да, и нужно при этом снять. Что нужно, чтобы избежать клещей? Во-первых, нужно одевать правильную одежду. Есть называется энцефалитка. Энцефалитка это как раз такая курточка с манжетами затянутыми на резинке и со штанами тоже затянутыми на резинке внизу, чтобы клещи не проникали в ваши штаны. Или их нужно подвязать просто веревочкой. Действительно вокруг штаны подвязываются внизу там, где обувь с веревочками. Спасибо Аквамену еще раз. Хей-хей хеллоу. Я, к сожалению, не слышу. Может быть, что-то не настроено. Поэтому можете написать еще отдельный вопрос внизу. Итак, дальше поехали. прицепился клещ. Что он делает? В течение двух часов он еще ходит и может только чуть-чуть начать на вас прицепляться. Вот это большое счастье, потому что он еще на вас не внедрился, не внедрился, он не вставил вас в свою замечательную пилу с тем, чтобы прицепиться. Потом мы сначала поговорим, как от них избавиться, а потом поговорим. Пора в парк, говорят мои подписчики. Пора в парк, но нужно быть осторожненьким, потому что клещи в парке всех ждут. Карантину конец, а клещи вас ждут в самом парке.